Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Маргарита Ларченко поделилась в сети новостью о будущих переменах на проекте. Участники шоу снова будут строить дом, а потом разыгрывать его. Похоже, организаторы Дома 2 решили вернуться к истокам, в надежде вернуть постоянно падающие рейтинги. Александра Черно снова хочет поменять прическу, чтобы у ее мужа Иосифа Аганесяна каждые два месяца была новая женщина. Неизменным у Саши остается выбритый висок. Всех ведущих Дома 2 обязали рекламировать обновленную версию шоу «Спаси свою любовь» в социальных сетях. Видимо, желанных рейтингов нет. Илья Яббаров на съемках шоу «Бородина против Бузовой» облил водой и оскорбил Влада Кадони и даже не извинился. Ведущий выложил видео, в котором обещает страшную месть после возвращения Яббарова с гастролей в Ростов. Семья Рапунцель с детьми отправилась на выходной в парк аттракционов, поделилась Ольга Рапунцель. Проект на голосовании покинула Анастасия Милославская. Уже дважды мама Ксюша Бородина никогда не скрывала, что не против обзавестись еще одним малышом. За рождение ребенка выступает и Курбан Амаров. В отличие от Ксюши, которая не против воспитывать еще одну дочь, Амаров мечтает о наследнике. Судя по всему, совсем скоро в звездном семействе ожидается прибавление. В последнее время Ксюша все чаще пропагандирует правильное питание. Более того, девушка уже отказалась от алкоголя, что вполне объяснимо, если она действительно беременна. Судя по новым фото, подписчики оказались правы. В пользу подобной версии говорит тот факт, что Бородина прибавила в весе. Правда, вместо того, чтобы худеть, предпочла скрывать все лишнее под балдахинистыми футболками и длинными пиджаками. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта Шлок. На проект из отпуска вернулся Данил Сахнов. В подарок своей девушке Татьяне Строковой он привез футболку с эмблемой Новосибирска. На цветы, судя по всему, у успешного бизнесмена денег не хватило. В дневном эфире Строкова позвонила маме и попросила ее приехать на конкурс в воскресенье. Мама ехать отказалась. Таня попробовала было уговорить маму, объяснила, что маме оплатят самолет, но мама была непреклонна. Данил нисколько не удивился тому, что мама Татьяны отказывается присутствовать на испытании. Он и сам раздумывает, стоит ли им участвовать в этом конкурсе. Говорил он это так уверенно, словно от него и впрямь хоть что-то зависит в этих отношениях. Татьяна Сергеевна сказала, участвуем, значит все. На этом точка. Сиди молча, позорься на детекторе. Вот наконец-то и узнаем все об успехах энергетика банкира Даниила Сахнова. Валерий Блюменкранц помогает финансово Марине Тристановне в заботах о дочке Бетти, хотя его не часто отпускают с проекта. В этих случаях он предпочитает ночные клубы, но отличное отношение с тещей Валера сохранил. Буквально накануне Захар Саленко дал новый повод для сплетен. Парень, которого осуждают за нежелание строить отношения под камерами, наконец показал ту самую и единственную. По крайней мере, именно так многие расценили огромное тату загадочной девушки на ноге, которую сделал участник Дома-2. Пока сам Саленко хранит молчание, фолловеры гадают, кого же решил увековечить, и именно на ноге главный красавчик Дома-2. Предположения по этому поводу оказались самыми разными, причем фанаты Дома-2 предполагали самые неожиданные варианты. По мнению многих, девушка на ноге, как две капли воды похожи на Маргариту Ларченко. Правда, это маловероятно, ведь Саленко она никогда не интересовала. А вот некоторым тату показалась копией Евгении Феофилактовой. Стоит отметить, что такая эффектная красотка, как Женя, действительно могла без труда завладеть сердцем неприступного Захара. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok